Действительно, о единстве перед лицом террористической угрозы говорили почти все участники саммита. Так, президент Шуабарак Обама заявил, что Париж не одинок перед лицом трагедии. В ответ на возмутительное нападение в Беруте, Анкаре и Ираке, здесь на саммите 20-ки наши нации недвусмысленно заявляют, мы едины в борьбе с этой угрозой. Вместе с тем, как отметил хозяин Белого дома, американских сапог на сирийской земле как не было, так и не будет. ИГИЛ олицетворение зла. И хотя есть те, кто настаивает на отправке значительного числа американских солдат на место, не только я лично, но мои самые доверенные военные и гражданские советники убеждены, что это было бы ошибкой. Лидеры 20-ки поручили межправительственной группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег подготовить к началу 2016 года доклад о прогрессе в перекрытии финансовых потоков террористов. Как заявил президент России Владимир Путин, Нужно пресекать пути финансирования террористической деятельности. Я приводил примеры, связанные с нашими данными о финансировании физическими лицами различных подразделений ИГИЛ в разных странах. Финансирование, как мы установили, идет из 40 стран, причем в том числе из некоторых стран 20-ки. Вместе с тем, говоря о единстве, на саммите стало очевидно, что общий враг в лице исламистского террора явно сгладил разногласия по другим вопросам между Россией и Западом. Владимир Путин, сравнивая нынешний саммит с австралийским, заявил, отношения были более напряжены, чем сегодня. Жизнь идет вперед, возникают новые вызовы. Субтитры создавал DimaTorzok